Украинский неизвестный блог представляет По телевидению я уже более чем 25 лет Также будет в конце статья про то, как готовили съемки фильма «Приключения Буратино» Поехали! Что такое Поли Чудес? И каковы правила игры? Поли Чудес — советская и российская телеигра Российский аналог американской телевизионной программы «Полесо Фортуны» Передача выходит каждую пятницу вечером Ведущий — Иранит Якубович Производством программы занимается телекомпания «Ведь» История История программы «Поли Чудес» началась, когда Владислав Листьев и Анатолий Лысенко отдыхали в обыкновенной гостинице Идея создания «Капитал Шау» родилась во время просмотра американской телепередачи «Белло Форчем» Название для «Капитал Шау» Владислав Листьев взял из сказки «Арен Толстого Золотой Ключик» Или «Приключения Буратино» Премьера программы состоялась на первой программе ЦТСССР 25 октября 1990 года Первым ведущим был Владислав Листьев, затем показывались выпуски с разными ведущими И наконец 22 ноября 1991 года появился новый основной ведущий — Леонид Якубович Ассистентами Леонида Якубовича являются несколько моделей, в том числе, постоянная ассистентка Рима Абакошина Которая открывает отгаданные буквы и вручает президенте Мирософ с 1996 года В дальнейшем Листьев появлялся в нескольких выпусках в качестве соведущего Якубовича вплоть до своей библии С 25 октября по 27 декабря 1990 года передача выходила по четвергам в 20.00 С 1 января по 28 мая 1991 года выходила по вторникам в 21.45 С 7 июня 1991 года выходит еженедельно по пятницам вечером В случае единичных праздников программа меняет дату в день и время выхода в эфир 23 октября 1992 года вышел сотый выпуск «Поля чудес», который снимали 29 сентября в Московском цирке «Никулино» на Цветном бульваре В этом выпуске финалист лишился автомобиля из-за подсказки мужчины-телезрителя в студии После которого Леонид Якубович сменил задание, а нарушителя попросил выйти из зала Финалист не смог ответить на вопрос наименного задания, но выигранные приземы не оставлены финалисту Встаньте, кто сказал! Встаньте, смеите задание, была подсказка! Выйдите из зала! Встаньте и выйдите из зала! Встаньте и выйдите из зала! Была подсказка! Прозвучала подсказка, мы меняем задание! Мы меняем... Вы лишили человека машины! Я знал это слово! Покажите крупным планом! Я мог его раньше назвать, я сразу мог назвать его! Полная тишина! Мы вынуждены сменить задание! Простите, пауза! 10 апреля 1995 по 7 января 2003 года по понедельникам выходили повторы программ 10.10.12 но и время. Выпустители игры с Якубовичем с 1 ноября 1991 года по 31 марта 1995 года выходили в повторах на канале Ретро ТВ в 2006-2007 годах, 3 ноября 2010 года. Года вышел юбилейный концерт, посвященный 23 часа дня появления передачи. Концерт состоялся в Московском цирке Никулино на Цветном Бульбаре, создано совместно с Красным Квадратом, но в этот раз и нарыкаться кого и не было. В октябре 2015 года Полит Чудеса прогновала свой 25-летний юбилей. Простой арифметический подсчет говорит о том, что в программе за 25 лет участвовало около 12 тысяч человек. Помимо обычных выпусков студии за барабаном, люди неоднократно отмечали свои профессиональные праздники. День строителя, День медика, День шахтера, День милиции и так далее. Традиционными стали новогодние программы. Программы к 8 марта, а также веселые выпуски в Дню смеха. Один из выпусков прошел якобы и запреки на деле снимали в обычной студии. Особенно трепетно программы относятся в Дню Победы 9 мая. Ежеводные специальные выпуски всегда отличаются особой торжественностью и красочностью. Время выхода программы. 25 октября по 27 декабря 1990 года, по четвергам 20.00. С 1 января по 28 мая 1991 года, по вторникам 21.45, с 7 июня по 6 сентября 1991 года, по пятницам 21.45 и 21.55. С 13 сентября 1991 по 25 августа 2006 года, по пятницам 19.40, 19.45, 19.50, 19.55, 20.00 и 20.05. С 1 сентября 2006 по 6 марта 2009 года, по пятницам 18.50, 19.00 и 19.05, с 13 по 27 марта 2009 года, по пятницам 18.20. С 3 апреля по 13 ноября 2009 года, по пятницам 19.55 и 20.00. 20 ноября 2009 по 26 августа 2011 года, по пятницам 18.20 и 18.25, с 2 сентября 2011 по 7 декабря 2012 года, по пятницам 18.45, 18.50 и 19.00. С 14 декабря 2012 по настоящее время, по пятницам 19.45, 19.50, 19.55, 20.00. Барабан. Под барабаном подразумевается колесо с обтрелкой, наподобие рулетки, на котором есть множество секторов с обозначениями количества очков, от 100 до 1000, а также специальные секторы, которые приносят бонус либо штраф. Специальные секторы. Приз. Игрок может выбрать, продолжить игру или выбрать в неё, но получить приз, спрятанный в чёрном ящике. Ведущий торгуется с игроком за приз, в качестве которого может оказаться любая вещь, от ключей от автомобиля, телевизора, плеера, чека на 10 тысяч долларов, путёвок до тыквы, лука, бутылки водки, игрушечной машинки и топочек. Также вместо чёрного ящика можно взять денежный приз. Игрок сам выбирает сумму. Если игрок отказывается от приза, то считается, что игроку выпал сектор с двумя тысячами очков. Плюс. Игрок может открыть любую букву по счёту. Если эта буква встречается несколько раз, то открываются все. Шанс. Игрок может позвонить по телефону. Номер даёт случайный зритель в студии для получения ответа или подсказки. Если на другом конце привода отвечают правильно, то ему высылают приз. Если игрок отказывается от данного сектора, считается, что ему выпал сектор 1500 очков. В настоящее время сектор шанс отображается на барабане изображением телефона. Ключ. Игроку дают несколько ключей. Один из которых... От автомобиля. Игрок выбирает из этих ключей один и пробует с его помощью открыть дверь автомобиля. Если ключ подходит, игрок забирает автомобиль, если нет, продолжает играть. Причём от этого сектора можно отказаться. И тогда ведущий предлагает две тысячи очков за угаданную букву. Но если игрок воспользовался сектором и выбрал неподходящий ключ, то ход от него переходит к другому игроку. Далее подходит ассистент и показывает, что ключ от автомобиля действительно есть. В настоящее время сектор ключ отображается на барабане изображением ключа. Банкрот. Очки. Набранные игроком. Дарают, а ход переходит к следующему игроку. При выпадении сектора банкрот дважды игроку выдается площадь и триск. Ноль. Набранные очки не дарают, но ход придаётся другому игроку. Удвоение. Набранные игроком очки удвоеваются, если он верно назовёт букву, если две буквы, то украивается, если три, умножается на четыре, и так далее. Правила игры. Ивра проходит с три раунда, в каждом из которых участвуют три игрока, и финала, в котором участвуют победители раунда. В начале раунда ведущий объявляет участникам тему игры. Все вопросы в игре будут связаны с данной темой, которая может быть что угодно, например, царь, мёд, свадьбы, прелеза. Далее ведущий показывает зашифрованное на табло слово, редко слово сочетание, касающееся темы, и даёт наводящие подсказки, чтобы игроки его угадали. Основная задача каждого игрока – угадать слово быстрее, чем его соперники, и заработать как можно больше очков. Игроки крутят барабан. Первый ход делает игрок, стоящий и ближе всех к ведущему. Ему может выпасть сектора с каким-либо числом очков, которые он получит, если угадает букву, или специальный, также временный сектор. В случае результативного хода игрок называет букву русского алфавита, которая, как он считает, присутствует в данном слове. Если такая буква есть, то она открывается на табло, а игрок получает выпавшее количество очков. Если таких букв несколько, открываются все, а очки начисляются за каждую, и может крутить барабан ещё раз или же рискнуть и назвать слово целиком. Если же названной буквы слова нет, или если ход неизуэтативный, право крутить барабан переходит к следующему игроку. Собеждает игрок первым, отгадавший всё слово. Если игрок называет слово неправильно, то он выбывает из игры. Слово может быть также открыто буква за буквой вращением барабана и называнием по одной букве за ход. В этом случае победителем финала становится игрок, открывший последнюю букву. Игроки, победившие в своих раундах, выходят в финал. Игрок, победивший в финальном раунде, считается победителем игры. Он может выбрать приценно заработанные очки. Количество набранных игроками очков нигде не отображается, а сумму очков, заработанных победителем игры, отгучивает поведущий. При трёх подряд верно угаданных буквах игрок имеет право на выбор из двух шкатулок, в одной из которых лежат деньги. Если он угадывает шкатулку, то получает выбор из бракбей 5000 рублей, которые не могут гореть. Игрок выбывает из игры, если взял приз, или деньги за него, либо назвал неверное слово. Если выбыло два игрока, то для третьего работает правило «Три результативных хода» введено в 1993 году. Оно состоит в том, что игрок после трёх результативных хода должен назвать слово. В противном случае он выбывает из игры и не становится победителем тура. Таким образом, в финале могут играть два или один игрок. Игра также может остаться без победителя, если бешенказанная ситуация происходит в финале, или даже без финала, если такое происходит во всех трёх отборочных турах. В начале 1990-х существовала страховка, состоявшая из следующего. Участники называли несчастные случаи. Например, дважды подряд выпадение сектора банкрот не названо ни одной правильной буквой. Вообще не дошёл ход и так далее. И, если с участником происходило то, от чего он страховался, он получал денежный приз. Каждую тройку в финале суперинеру проводили самостоятельные фильмы. В начале 1991-го года появилась игра с ограниченными, тимичными в студии, существовавшая до осени 2001-го года. Так как игроки находятся в студии не одни, существует вероятность несанкционированной подсказки. Если ведущий услышал и сдал подсказку, подсказавший удаляется из студии, а ведущий меняет задание. Суперигра. После того, как победитель игре выбрал себе призы на заработанные очки, ведущий предлагает ему поучаствовать в суперигре, где он может либо потерять всё, либо выбрать суперприз с придачу к заработанным призам. В случае согласия игрок вращает барабан для выбора одного из шести суперпризов. Ведущий зародимое слово и наёт справа игроку назвать несколько букв алкабита. Количество букв называет ведущий. Обычно это половина букв выдаемого слова, если там чётное количество букв. И половина, округлённая в большую сторону, если не чётное. Если названные игроком буквы есть в этом слове, они открываются. После этого игроку даётся минута на то, чтобы назвать слово. Если он угадал, то получает суперприз. Если нет, то теряет все призы, выигранные по очкам. Охраняются только подарки и деньги из двух шкатулок. Иногда, впрочем, один из этих призов по воле ведущего остаётся у игрока. Недолго во второй половине 1990-х в суперрибре существовал сектор поли чудес среди суперпризов. Его выпадение означало вручение игроку майки и кепки его освобождение от игры в суперрибру без потери всего выигранного ранее. С 1 сентября 2006 года введены два дополнительных слова, пресекающие основное своего рода кроссворд. Для победы в суперрибре игроку достаточно угадать основное, горизонтальное. Если же он назовёт и вертикальные, то выиграет автомобиль. Презинги победителя. Набор бытовой техники для дома. 13 предметов стоит 2500 очков. Экскурсионный тур в Санкт-Петербург стоит 2000 очков. Наутбук стоит 1800 очков. Телевизор с интернетом стоит 1600 очков. Зеркальный фотоаппарат стоит 1400 очков. Музыкальный синтезатор стоит 1200 очков. Кофемашина с набором капсул стоит 1000 очков. Смартфон стоит 900 очков. Велосипед стоит 800 очков. День красоты стоит 700 очков. Домашний солярий стоит 600 очков. Ужин в ресторане на двоих стоит 500 очков. Набор столовых приборов стоит 400 очков. Мобильный телефон стоит 10 очков. Комплект постельного дырья стоит 100 очков. Съёмки. Запись 52 минут эфира длится до 3 часов. Съёмки телепередачи происходят независимо от её эфира. Так они могут организовываться как в 2 дни, так и в выходные дни. За один съёмочный день снимаются сразу 4 передачи. Сами съёмки проходят в телецентре Останкина. Четвёртой студии. Подготовление выпуск программы «Поль чудес», посвящённой 100-летнему юбилею военной авиации России, 10 августа 2012 года. Музей программы. У программы есть свой музей, в котором хранятся предметы, подаренные участниками Рамиру Якубовичу. Музей подарков «Попитал Шауполь чудес» был создан в 2001 году, но его идея была задумана ещё в начале 1990-х. В музее можно найти первый ящик «Поль чудес», костюмы, которые надевал Якубович, многочисленные портреты Якубовича и многое другое. Музей находится в павильоне Центральной Всероссийского выставочного центра. Большинство экспонатов можно трогать руками, разрешается вести фотосъёмку, примерять костюмы. В августе 2014 года музей закрыли, но вскоре сентябре 2015 года открыли. Влияние на культуру. Право в исполнении Леонида Якубовича, которая оканчивается восклицанием студии. И, как правило, начинается словами подарки «приз», вошла в современную бытовую речь и используется, в частности, как стереотипные комментарии на форумах, блогах и т.д. Выстроена она по схеме «тен» студию, где «тен» объект, предоставление которого требуется от автора предыдущего сообщения. Например, картинки в студию, доказательства в студию, ссылки в студию и т.д. Также используется фраза Леонида Якубовича «Аксомобиль», которую произносят, растягивая властные и старшественные интонации. Игры по мотивам программы В 1993 году по мотивам цирп программы вышла дось игра «Полит чудес» «Капитал Шау». Эта игра была портирована для Лес-Андроид Т.А. Йопера и Тим Систем. Существовали также игры, основанные на «Полит чудес», написанные для приставки Венди. Версия игры было две. Первая вышла в 1995 году. Игровое поле было розове. Ведущий отсутствовал. Музыкальное сопровождение. Мелодия вращения барабана была скопирована из игры «Дак Хант». А при секторе «Банкрот» звучала мелодия проигрыша из игры «Дайлд Гаммен». Вторая версия была написана уже в 1997 году и получила ряд улучшений. Теперь вы играете на чёрном фоне. Больше новых слов для гадебания. Режим игры для двоих. Интересным было в этой версии то, что при отгадебании буквы отскрывал её Марио. Кроме того, в 1990-е была создана настойно-печатная версия игры, которая выпускается по лицензии телекомпании. В конце июля 2000 года появилась первая настойная версия игры. Изготовленная по правилам 1990-1991 годов. В 2001 году настойная версия обновилась до версии 2000 года. Ещё одна игра, основанная на поле чудес, называлась «Фортунас» разрабатывала её BVG Corporation в сотрудничестве с Александром Чудовым. Была примечательно высокой сложностью. Игрок, пройдя всю игру, мог бы имрать миллион. 20 сентября 2012 года компанией LOR была выпущена игра по чудесам мотивам ТИР-программы. На сегодняшний момент компьютерная игра закрыта. Набрады. Премия ТЭФи 1995 в номинации «Лучшие ведущие развлекательной передачи». Премия ТЭФи 1999 в номинации «Ведущие развлекательной программы». Пародии. В 1992 году в передаче Лобана была показана пародия на «Поле чудес», где ведущий настоящего шоу, Якубович, в реальной студии «Поле чудес» представлял пьяниц, которыми были в «Угольниках», «Воскресенский» и «Томенко». В 1993 году в одном из выпусков передачи Лобана была показана пародия на «Поле чудес» об названии «Поле чудес», где игроков собрали маски по ведущему Эдуард Цирюниках. Позже участники передачи делали еще одну пародию, где Якубовича уже паровировал Олег Филимонов. Примечательно, что в сотом выпуске программы в октябре 1992 года актеры «Химплеменшоу» появились в качестве почетных гостей и вручили приз-участнику первой кройки. А о записи этого выпуска была использована в качестве фона для пародии в 1996 году в программе «Вородок» в выпуске заповеди нашего городка была показана. Пародия на «Поле чудес», где Леонид Аликубовича изображал Илья Олейников. В КДМ неоднократно показывались пародии на передачу «Поле чудес». В 2005 году в шоу «Кривое зеркало» к юбилею Евгения Петросяна пародировали «Поле чудес». Было загадано слово «Петросян», а в качестве табло строились актеры с буквами на больших листах в руках, в закрытом линии, спиной, зрителям, с открытым лицом. Через передачи «Большая разница» на первом канале были показаны несколько пародий на «Капитал Шау». В 2015 году в программе «Комодиклаб» показал политическую пародию на группе юридов из программы «Поле чудес» с футинью. Документальные фильмы о телеигре. В 2015 году в 25 лет и в 3 программе был снят документальный фильм «Есть такая буква», который показали 25 октября 2015 года. «Поле чудес» телеигра «Википедия» в интернете. «Поле чудес» «Поле чудес» «История поля чудес» Одна из легенд гласит, что в далеком 1990 году одни из родоначальников телекомпании «Вит» Владислав Листьев и Анатолий Лысенко в какой-то заграничной гостинице случайно увидели выпуск американской телепрограммы «Колесо Фортуны». Их осенилось дело с российский аналог. По другой легенде идею «Естьеву» подсказал вернувшийся из американской командировки журналист Александр Бурнов. Основывались все на том же «Колесо Фортуны». Как бы то ни было, но 25 октября 1990 года на телеэкране страны вышел первый выпуск программы «Поле чудес». Впрочем, и здесь как подобает настоящему важному историческому событию, встречаются разночтения. В отдельных воспоминаниях некоторые свидетели иногда датой первого эфира называют 26 октября. Название новой программы позаимствовали писателя Алексея Долстого и написанной им сказки «Табурадина» ранее «Пинактив». Первым, кто взял в руки микрофон и привлокил первых трех игроков за барабан, стал сам Влад Листьев. Оставался он ведущим ровный рост. Но будучи натурой неудомо, но не очень творчество и Влад неожиданно решает покинуть программу и начать реализовывать свои новые идеи. Поведя несколько трудных эфирах «Поля чудес» различными кандидатами, в конце концов Листьев передал микрофон в надежные руки Ли Алина и Кубовича. Как оказалось, на долгие годы. 1 ноября 1991 года новый ведущий поступил на пост у барабана на «Поле чудес» и с честью несет в свою службу по сей день. Это сейчас кажется, что вечер пятницы на первом канале перед программой «Время» естественно подал «Поле чудес». Сейчас уже мало кто помнит, что начала программа выходить по четвергам, а потом переехала на вторники, а с лета 1991 года приняла свое постоянное техничное место в сетке вещания. Программа за время своего существования отметила несколько юбилей. Первым был ее сотый выпуск. Впервые снимавшись он в студии телецентра Останкино, а в цирке на Цветном Бульваре. Помимо трохиства он запомнился подсказкой не совсем трезвого зрителя и в руку слова «Алябка», в результате чего последний решился выигрыш в виде автомобиля «Вольго» эффектного красного цвета. К концу 2009 года количество выпуска в «Поле чудес» достигло тысячи, что было тоже отмечено как юбилей. В праздничной игре главный доктор первого канала Елена Малышева обещала по бегу и передала все выигранные критеры, включая машину одному из детских домов в Москве. Своё 23-е программа отмечала снова в цирке на Цветном Бульваре, но в этот раз игры как-то того и не было. На Орень прошел праздничный юбилейный концерт. В октябре 2015 года «Коль чудес» отмечали немного, немало, четверть века. Ростой арифметический подсчет говорит о том, что в программе за 25 лет участвовало около 12 тысяч человек. Помимо обычных выпусках студий за барабаном люди однократно отмечали свои профессиональные праздники – День строителя, День медика, День шахтера, День милиции и так далее. Все это им возможно перечислить. Традиционными стали новогодние программы. Программы к 8 марта, а также веселые выпуски к 1 апреля. Однажды на съемки пришлось приехать даже в Африку. Особенно крепость на программы «Коль чудес» всегда относится к самому светому празднику к страдлению победы. Ежеводные специальные выпуски всегда отличаются особой сошественностью и красотностью. В общем, в Африку случайно «Коль чудес» зрителям все давно открытили народной программой. И она от благодарности продолжает жить и радоваться своих поклонников. И это самое главное ее назначение. История «Коль чудес» «Коль чудес» в интернете http.pol.bit.ru пейтит равно 3907. Благодещенник расприбает секреты создания «Коль чудес». Благодещенник Геннадий Кащеев узнал все декреты создания передачи «Коль чудес». Он участвовал в записи программы, которая вышла 12 мая. На «Коль чудес» — полно чудес. То, что люди и зрители на телеэкране мало напоминают происходящие на съемочной площадке. 51 минуты, что капитал «Шаудовец» запустили почти 3 часа. За один съемочный день снимали сразу четыре передачи. Все декреты «Реоли ради шоу», — сказали организаторы, узнав, что Геннадий Сергеевич любит рыбалку и собирать грибы. «Хорошо», — сказали мне, «Грибы будут просказывать в «Коль обещанник». И когда я пришел в перемешку, там стояли три банки маринованных грибов. И принесли трех сазанов, чтобы я подарил их Реолину Аркадьевичу. Реолина Никуковича, участники программы увидели за несколько минута записи. Деньги он гораздо серьезнее и старше, — говорили Геннадий Кащей. Судя, что устал, по словам участника капитал «Шаудовец», — ведущие бывают даты «Шоусти». Особенно если участники слабо трутся в игробой «Воробан». Студия, в которой записывали программы «Небольшая», — с аудиториями работают редакторы. Они показывают зрителям таблички, с какой силой никогда нужно аплодировать. Судя, местные участники, которые врывают деньги, сразу отдают 13% государству. Мужчина три тысячи получил базовым сотрудникам бежит и платить налог 390 рублей, — вспоминали Геннадий Кащей. Городичник дошел до финала, но поучаствовать в нем так и не смог, точить не дошла. К родной городу он вернулся с венебойкой. Впечатлений добавило поезд от родственникам. Геннадий Сергеевич расстроился, что так и не смог стать не на всю страну обдравить дворобещим с любвием. Все послевали его родом и благодарно всем, кто помог приехать в Москву для монтажа и любви. Дворобещицы раскрывали секреты создания «Колячим детям» и «Анфот», «Анфот» и «Анфот» в интернете 30 мая 2006 года. Северный музей Полит Чудес, изгранные подарки Кубовичу, что дарят Леониду и Кубовичу участники программы Полит Чудес. За 20 лет существования этой передачи в музей с одновременным названием накопилось несколько тысяч экспонатов. Больше трех тысяч экспонатов накопилось в музее Полит Чудеса в 20 лет существования одновременной церкви дачи. В экспозиции разрешенной Доны народов на ВВЦ, кроме того, презенты, которыми участники программы и телегрители всей страны одаривали ведущего. Принимая подарки, Леонид Якубович всегда предупреждает, будет передано в музей Полит Чудес. В музей действительно отправляются все дары, кроме съедобных банки с маринованными огурцами, жареных поросят, красную икру, домашние пироги и прочую смесь оставляют для послесъемочного застоя. Съедобными презентами обращаются все участники передачи, поэтому все остаются там, сказал Ре-Новости директор Дома народов России Сергей Кутинский. На выставке представлены и праздновения векоративно-прикладного искусства родных народов России, и работы известных художников, и подарки от политиков. Экспозиция Полит Чудес постоянно пополняется и обновляется, ведь многие предметы, выставленные на обогрении, со временем теряют вид. Например, разнообразные костюмы, которые посетители могут примерять для фотографирования, быстро изношиваются. Кроме того, в презенте Полит Чудес дарят много национальных инструментов. Любой посетитель может попробовать на них сыграть, сказал Кутинский. По словам директора, самый ценный экспонат музея Полит Чудес, купляр, которым приносят гармошки. Целезрителям он известен под названием «Черный ящик», из которого еще Владислав Листи, первый ведущий программы, доставал призы. В ящике участники программы не раз находили свои удачу и ключей от автомобиля и многих других ценных подарков. Сейчас «Черный ящик» стоит на почетном месте в музее с днем, только монеты, которые оставляют посетители. Рядом на сцене представлены самые первые указатели призов, которые раскладывались на крутищем с оборобами для розыбрыша. На картонных пластинах, надписи «Обстановительная коза и шуба», «Безенчатая ванна». По словам Кутинского, Леонид Якубович в музей не доходит, но его изображение можно найти на каждой сцене. Образ популярного телеведущего вытка на коврах и приложен в мозаике. Есть даже статуи Якубовича и куклы. Многие посетители, рассказывают сотрудники музея, находят здесь собственные подарки, которые сами когда-то привозили в студию программы. А те, кто там еще не бывал, ждет сюрприз, здесь можно заполнить анкету на участие в телешоу. Одновная игра «Полит чудес», приниманная известным журналистом и телепродюсером Владиславом Листьевым, впервые вышла в «Безенчатая в 1990-м году». Казиция одарива следующего начала с самовара, который был подарен Листьевым на кубашение и признательность одним из участников передачи. На «Полит чудес», как правило, игроки привозят то, что может рассказать о традициях их малой родины, народных мастерах и промыслах. Все тайны музея «Полит чудес». Избранные подарки и кубовые чудесные новости, события в России, темы дня, фото, видео, инфографика, радио, в интернете 17 декабря 2009 года. Великое попадание. Яркие персонажи и куриезы игры «Полит чудес». Ровно 20 лет впервые в эфире Первого канала О.РТ появилась программа «Полит чудес», являющаяся аналогом американской телеидры «Колесо Фатумы». «Полит чудес» сразу же стала одним из любимых телевизионных шоу для тысяч россиян. И по сей день многие из них с нетерпением ждут каждую пятницу новых выпусков программы. И не только потому, что она является своеобразным предвестником выходных. Ведь именно там можно увидеть немало ироничных персонажей, готовых поделиться своим настроением не только с неименее оптимистичным Леонидом Якубовичем, но и с миллионами российских зрителей. За знаменитым барабаном. История программы «Полит чудес» началась в 1990 году, тогда ей руководил Владислав Лествев. Леонид Якубович стал за знаменитый барабан спустя год после первого эфира 1 ноября 1991 года. Кстати, не менее яркими программами являются и ассистентки ведущего. Одна из них, модель Рина Гафошина, работает с Леонидом Аркадьевичем уже более 10 лет. Эта игра признана одной из самых простых во всю историю телевидения, и её правила за 20 лет практически не изменились. А вот студия «Полит чудес» неоднократно претерпела изменения. Сначала она была тёмно-синий, затем голубой. Несколько раз менялись столики игроков и табло с буквами. Последний раз оформление студии меняли в 2005 году. Кстати, тогда же в эфир программы начали выступать различные ансамбли с песнями. Ещё один важный атрибут программы – крутящийся барабан, который, помимо того, что показывает игрокам количество заработанных очков, ещё и является главным хранилищем подарков для ведущего и музея «Полит чудес». В общем-то, дизайн барабана также менялся несколько раз. От громоздкого и простого в оформлении на миниатюрного с красочными узорами, табаками, серебряными шарами вместо вертикальных ручек. Интернациональная передача «Полит чудес» всегда удивляла разнообразием своих игроков, что одним барабаном здесь можно было увидеть и сербобойную маму с маленьким сыном, старательно рассказывающим стихотворение, и пенсионера из российской глубинки, искренне желающего накормить Леонида Аркадьевича тыквой с родного оборода, его сцарь соседней Украины, нахваливающего сало собственного посола. Подарки от игроков Одна из главных традиций «Поля чудес». Так, в одном из самых первых афиров Якубовичу символично презентовали денежное дерево. Все подарки, картины, поделки, костюмы до 2001 года хранились в коридорах телекомпании. И лишь потом были перемещены в специально созданный музей «Поля чудес», в котором можно увидеть множество экспонатов. Первый ящик «Поля чудес» с костюмами, которые надевал Якубович, портреты ведущих и многое другое. Кстати, как признается в интервью российской газете Леонида Аркадьевич, сам он в музее не был ни разу, как я ни разу не видел, а телевизору программу «Поля чудес» так я и никогда не был в этом музее. Мне докладывают, что там есть музейные работники, которые приезжают в Останкино, отбирают экспонаты, все, что несъедобное, отвозиться туда. Он сейчас на ПДНХ. Некоторое время был в Останкино, но это так. Одна витрима. Экспонатов стало гораздо больше. Курьезы и слезы. «Поль чудес» славится различными курьезными случаями. Так, один из самых запоминающихся произошел в 1992 году, когда состоялся сотый выпуск программы в цирке на Цветном Бульваре. Выпуск «Вели и Кубович и Листьев» совместно. Еврок, вошедший в суперфинал, отбазал три буквы из пяти. Все понимали, что ответ он знает и сможет получить главный приз – красную иномарку. По правилам Евроки Кубович объявил минуту на размышлении. И тут кто-то из зал выкрикнул правильный ответ. Нарушителя сразу же выгнали, однако пришлось поменять и сам вопрос, на который Еврок уже не смог ответить. В канун 8 марта 2009 года в эфир вышел праздничный выпуск программы «Пои чудес», в котором приняли участие представители девяти стран мира – Линия, Россия, Египет, Сербия, Индия, Бразилия, Китай, США и Армения. Причем женщина из Бразилии знала только одно русское слово «Привет». В итоге победителем оказалась женщина из США. Она выиграла нарковую шуму и автомобиль. Как-то раз Леонид Аркадьевич признался удивительно не сама передача, а удивительно, что она существует. То, что вы видите на экране, это приблизительно треть всего. Я не могу это объяснить. Я не сумасшедший, но скиливать все на манеру поведения ведущего нельзя. Почему-то простые люди рассказываются, свободно разговаривают, у них другие глаза. Какое-то великое попадание. Материал подготовлен интернет-редакцией World by Web Ryan.ru на основе информации открытых источников. Великое попадание. Яркие персонажи и курьезы игры по «Чудесвикант». 29 и 31 октября. Новости. В интернете 25 октября 2010 года. HTTPS. Рае. Руколайвисков. 20.101.025.289.153.512. HTML. Секрет успеха поля чудес для Леони. Люди в массе своей иметны и взаинициативны, но при этом любят, чтобы их развлекали и норили подарки. На этом, собственно, и строится подавляющее большинство развлекательных программ. Сергей Варшавчик. Обозреватель Ре Новости. Люди в массе своей иметны и взаинициативны, но при этом любят, чтобы их развлекали и норили подарки. На этом, собственно, и строится подавляющее большинство развлекательных программ. Как, например, одна из самых популярных передач отечественного телевидения «Поле чудес», которой 25 октября исполняется 20 лет. Угадайте, за деньги или призы давно пользуются популярностью в аудитории разных стран. Чем проще вопросы, тем больше количество зрителей, которые считают, что они-то умнее приглашенных в студию игроков. Примером жанра был Владимир Ворошилов, который придумал и запустил 4 сентября 1975 года интеллектуальную телевикторию «Ну что? Где? Когда?» В которой команда знатоков из шести человек должна за минуту ответить на очередной каверзный вопрос телезрителей. Программа «Счастливо» существует и по сей день, прижив своего основателя и несколько поменю формат и правила. Она породила даже спортивный вариант, в рамках которого любители этой передачи из разных стран бывшего СССР собираются в команды и проводят турниры, и даже чемпионаты мира. Некоторые из знатоков до сих пор с удовольствием участвуют в другой интеллектуальной викторине Владимира Ворошилова-Грейн-Ринге стартовала в 1990 году, где две команды одновременно отвечают на один и тот же вопрос. А также в программе «Своя игра», которая с 7 апреля 1994 года выходит на НТВ. Её формат? Ответы трёх игроков на вопросы ведущего, в ходе которой участник должен ещё и опередить соперников, первым нажав кнопку на пульте, чтобы получить право на ответ. Но всё это для эрудитов, а по-настоящему народной программой стал аналог американской викторины Колесо Фатун и Капитал Шрауполь Чудес, которые советские зрители впервые увидели осенью 1990 года. Временами мялись, перестройка подходила к концу. И все большую силу в обществе набирали другие ценности, что очень точно оуловил создатели первой ведущей программы «Длад Листьев», давшие новому проекту весьма красноречивое название, отсылавшие советские зрители книги Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Помните? В стране дураков есть волшебное поле, называется поле чудес. На этом поле выкопай ямку, скажи три раза, крекс-пекс-пекс, положи в ямку золотой, засыпь землёй, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. На утро из ямки вырастет небольшое деревце, на нём вместо листьев будут висеть золотые монеты. В отличие от высоколобого что? Где? Когда, где призами много лет служили лунные книги и хрустальные кубок совой, поле чудес главными самого начала были и остаются материальные ценности. В виде квартир, автомобилей, пылесосов, магнитофонов и, конечно, денег. Но не только в этом оказалась претерпательность нового формата. Выяснилось, что здесь не надо быть всезнайкой, симметриарей, волбу и победителем интеллектуальных викторин. Надо всего-навсего удачно раскрутить барабан, чтобы он остановился на денежной отметке, да правильно угадать какое-нибудь несложное слово, благо ведущий даёт наводящие подсказки. Халява, понял, простой народ. Посудите сами, приезжаешь в Москву, выигрываешь какой-нибудь классный пресс или получаешь денег, да ещё тебя на всю страну показывают по телевизору. Как тут от всей души в ответ нет благодарить чедрых организаторов? Тогда я работал администратором на первых выпусках программы. И прекрасно помню, как мы с коллегами, ругаясь сквозь зубы, тащили на склад все эти бесконечные банки с маринованными рыбами и соляными огурцами, вышитые салфетки, всевозможные кавалерийские сабли, отряды ведущего, выполненные из самых невероятных материалов, и так далее и тому подобное. В последствии все это хозяйство, кроме скоропортящихся продуктов, прикочевало в музей программы, созданные в 2001 году и ныне находящиеся на территории Всероссийского выставочного центра. У организаторов этой страны дураков был свой расчёт. Высочайший рейтинг программы привлекал малочисленных спонсоров, которые охотно пополняли и пополняют денежные и подорочные фонды. Настоящая популярность пришла к программе с распадом СССР в связи со сменой ведущего, когда Владу Листьеву стало скучно в рамках запущенного им проекта, и он пригласил на своё место актёра Леонида Якубовича, в ту пору подрабатывавшего введением конкурсов красоты и аукционов. Именно он своим обаянием смог превратить уродайку в нечто большее, место, где участник не только зарабатывает призы, но и демонстрирует принародно свои таланты. Например, может спеть ведущему или станцевать, придать привет родне, которую не видел несколько лет, прочитать стихи, а дарить при этом Якубовича каким-нибудь очередным нелепым костюмом или наловным убором, в который тот обязательно должен облачиться под одобрительный смех аудитории. И даже если игрок ничего не выигрывает, он счастлив, показав себя во всей красе стране. Как тут не вспомнить Гоголя с его ревизором? Я прошу вас покорнейших, как поедете в Петербург, скажите всем там же и можем разным, сенаторам и адмиралам, что вот ваше сиятельство живёт в таком-то городе Пётр Иванович Боткинский. Так и скажите, живёт Пётр Иванович Боткинский. И не важно, что терпеливый ведущий делает вид, что восторг от происходящего, он уже давно заложник популярной программы, которую нужно переименовывать в «Гостях у Явелени». Его попытки сделать на телевидении что-то более серьёзное периодически терпят крах из-за недостаточного рейтинга. Реплики Икубовича стали знаменитыми, войдя в обиходную речь приз в студию. А теперь – рекламная пауза, а сама игра попала в анекдоты. Например, в своё время, когда по правилам участник страховался от разных казусов, народный фольклор обогатился такой формулировкой «Страховка третьего уровня». Обгадал все буквы, не смог правильно назвать слово. Второго уровня. Обгадал слово, забыл передать в эфир привет родным. Первого уровня. Раскрутил барабан, не смог остановить. Со временем появились промежуточные телевикторины, заполнившие нишу между играми для интеллектуалов и непритязательных зрителей. В частности, в 1998-м на российском телевидении появилась программа о «Счастливчик», позднее переименованная в свой английский аналог «Кто хочет стать миллионером?». В ней участники борются за солидный денежный куш в 3 миллиона рублей, до 2005-го – 1 миллион, а сложность 15 вопросов постепенно возрастает в ходе поединка. В пику этому шоу, выходящему на Первом канале на «Россия-1» в этом году появилась программа «Кто хочет стать Максимом Галкиным, которое с сентября именуется 10 миллионов?». Ставки все растут и растут. И сегодня без виктории невозможно представить себе современного развлекательного телевидения. Данный жанр для многих соотечественников, живущих в разных, в том числе в медвежьих углах нашей по-прежнему необъятной родины, является важной частью досуга. А уж какую из подобных программ смотреть, тут каждый выбирает сам. По пословице «Рыбак рыбака видит издалека». Этот жанр востребован населением, а потому кризис ему не бродит. Секрет успеха поля чудес для леоней новостей, события в России, темы дня, фото, видео, инфографика, радио, в интернете 25 октября 2010 года. HTTPS про «Руэнэлитис» 20.101.25.289.091.409. HTML Поля чудес в стране дураков. Нашим людям свойственна удивительная наивность. Они считают, что можно ничего не делать, и получать за это деньги. И эту черту у нас ходят и лелеют все наши правительства и президенты, начиная со времен независимости, а может и раньше. Но про раньше мы не очень хорошо помним, а провела сравнительно недавний и расскажем дальше. Колбасная независимость. Во времена распада Советского Союза нам усиленно рассказывали, что Украина кормит всю страну, и нашу колбасу, и наши салваганами, составами возят клятым москалям в Россию. Из-за этого на полках магазинов украинских городов так пустыно. А стоит нам только получить независимость, как тут же настанет полное изобилие, колбаса на прилавках появится не менее 20 сортов, а излишки салами будем экспортировать в Белозающую Африку в обменах банами. Ну и конечно, работать никому не надо будет, ведь сала и колбаса будут расти на украинских землях сами собой. Так как Украина, первая страна в мире по запасам Чернозема, а наш Чернозем – самый черноземистый Чернозем в мире. А еще у нас есть стратегический попас, бабочонка золотом детмана полуводка в английском банке, который, учитывая проценты до 200 лет, составляет такую сумму, что хватит нам и нашим внукам, и внукам внуков. В общем-то, все и получилось, как и обещали. Почти. Не совсем сложилось золото, но 20 сортов колбасы появились. И сала, правда, не сразу и не всегда украинского происхождения, а бананов к нам теперь заводят, как и обид. Правда, никому от этого легче не стало в 90-х, но все же. Не хлебщики, а партнеры. После того, как айфория после независимости немного улеглась, нам придумали новый миф. Оказывается, в Украине после СССР осталась куча фабрик, заводов, пароходов, которые принадлежат государству, а не простому трудовому народу. Поэтому простой трудовой народ вынужден на это государство работать. Заброши. А вот если все, что есть, у государства отобрать и поровну поделить между трудовым народом, то тогда работать будет государство на народ. А сам народ будет жить на реведенде. И работать, конечно, не будет. Для удобства деления государственной собственности придумали специальные бумажки и назвали их именными приватизационными сертификатами или просто ваучерами. На эти ваучеры можно было покупать акции украинских предприятий. Но это было никому не интересно, так как они больших дивидендов не обещали. Гораздо интереснее было отнести их украинский дом Серенберг, вранцовство и другие украинские аналоги ММ. Там сулили такие прибыли, что могла отбыться мечта маленького украинца, ведь и ничего не делать. И тут все получилось, как обещали. Почти. Некоторые даже успели получить дивиденды. Но на всех, к сожалению, не хватило. Наверное, их бессобственность быстро закончилась. Каждому украинцу по отдельной квартире, личной машине или кредитный рай. В 2005 году с приходом нового президента народу стали активно вешать на уши новый, чем-то хорошо забытый старый, вид лапши на уши. Нам рассказывали, что Украина это издорогая земля, обытованная в одном флаконе, и что к нам стоит толпы иностранцы с желанием вложить нам свои деньги. Правда, куда вложить, не уточнялось. Поэтому работать отрядок и не нужно, ведь можно взять кредиты на него, купить все, что нужно. И что самое интересное, и в этом случае все получилось. Но опять это злополучно и почти. Народ линулся покупать в кредит квартиры, машины, стиральные и те, что ездят в плазмы, мобильные телефоны, телевизоры и прочую гребель. Но поскольку работать было незачем, то все это в основном было иностранного производства. Потом, правда, оказалось, что кредиты нужно отдавать с процентами, часто валюте, которая имеет свойство дорожить. Украинская недвижимость всегда в цене. Попутно с кредитным был раскручен еще один не по наилучшим вложений средств недвижимость, которая вечно дорожает. В времена кредитного бума стоимость квартир, домов и земли за три года выросла в долларовом эквиваленте приблизительно в 10 раз. На пике роста цены на квартиры в Киеве были выше других европейских столиц и уступали, пожалуй, только Москве. Аналогичная ситуация была и с домами и земельными участками не только в Киеве, но и по всей Украине. И, хотя цены и упали уже раза в два, многие инвесторы, вложившие свои кредитные деньги в покупку сразу нескольких квартир, не спешат с ними расставаться. Они считают, что вот-вот будет достигнута дно цены на недвижимость, падение прекратится и начнется безудержный рост, который принесет владельцам недвижимости и огромный доход. И тогда, правильно, работать не нужно будет, а только успевать тратить деньги от продажи всей дорожающей недвижимости. Но мы вынуждены разочаровать сторонников этой идеи. Никаких оснований для этого нет. Скорее возможны два сценария. Первый. Это когда цены на недвижимость плавно, но достаточно быстро опустятся до уровня доступности большинства граждан. А второй. Это когда цены будут держаться до одного прекрасного утра, когда они рухнут вместе с самой недвижимостью в буквальном смысле слова. Ведь условие эксплуатации нашего жилого фонда за последние 20 лет было таким, что сейчас все инженерные коммуникации вместе со стенами и плитами при открытии держатся на честном слове министра ЖКХ и подчиненных ему слезарии электрика жеков. И что с этим всем делать, спросите вы? Да ничего. Работать не нужно, а ждать какого-нибудь нового украинского чуда. Конеченко, Олег. Убоп. Статьи. Полит чудес в стране дураков. Интернете 17 марта 2010 года. HTTP, YouTube. Info. Статья полит чудес в стране дураков. HTML. Полит чудес. Компьютерная игра. Обзоры игры. И. С. Та же статья есть и в шестом выпуске брошюры люблю компьютерные игры на 14-й странице. Полит чудес. Капитал Шау. Игра для ДОС, созданная российским программистом Вадимом Вашуровым в 1993 году, приобрела большую популярность среди российских игроков в 1990-х годах. Стала известной благодаря оригинальной терпеледаче Капитал Шау. Полит чудес. Известная и по сей день. Ныне практически забыта, однако игра все еще сохранилась в интернете. В 2011 году была опортирована на Android. Премьера этой презентации состояла 17 января 2016 года. Называлась презентация Люблю компьютерные игры. Выпуск 31 события. Полит чудес. Капитал Шау. Игра для ДОС, созданная российским программистом Вадимом Вашуровым в 1993 году, приобрела большую популярность среди российских игроков в 1990-х годах. Стала известна и благодаря оригинальной терпеледаче Капитал Шау Полит чудес. Известна и по сей день. Ныне практически забыта, однако игра все еще сохранилась в интернете. В 2011 году была опортирована на Android. В 2014 году игра опортирована на Ioperating System. В Ioperating System версии представлены звуковые эффекты из старых видеозаписей к основным игровым событиям. Геймпли. Ведущим игры является человек, очень похожий на Леонида Якубовича. Портрет рисовался по фотографии в газете. Игрок выступает в роли третьего игрока. Остальными игроками будут разные персонажи из советских мультфильмов «Венитуха и Малыша и Карлсон». Стены напоминали мрачные застенки немцев из Wolfenstein 3D. Барабан имел 16 секторов. От 5 до 25 очков. Сектора X, 2 и X, 4 сектора плюс, приз, 2 сектора фигушка, 0 очков и переход хода. Сектор с черепами и прикрещенными костями. Банкрот. Внизу экрана была панель оставшихся букв. Табло с буквами было достаточно большим. На нем также был написан тур, к примеру, полуфинал. В Android 3 iOperating System версиях также добавлен сектор шанс, новые персонажи, звезды шоу-бизнеса, политики и супер-игра. Для iOperating System версии ведется список доигранных призов, а также доступен список лучших игроков. Технические особенности. Единственная в то время книга на русском языке про IBM PC была написана Дэвид Брэдли. Благодаря этой книге барабан в игре крутится быстро. Turbo Pascal позволял делать инлайн-функции прямо на ассимуэре. Вопросы быстродействия графики разрешались прямым обращением к видеопамяти. Видеопамять в игре используется даже для хранения данных. Каждые 320 байт к видеопамяти соответствовали 640 пикселям горизонтальной строки экрана монитора. Об авторе. На момент создания игры автор жил в закрытом городе Арзамар-16. Позже он был переменован обратно в Саров. Работал в МИЭВ. В игре автор оставил свои контакты по адресу электронной почты . Сумпочта работала только на прием номер домашнего телефона 5-92-73, на номер рабочего телефона звонить с большой земли было запрещено, КГБ и службы безопасности не дремали. В 1995 году он оставался сотрудником в мире, но деньги зарабатывал по контракту с фирмой Intel. Intel ежеквартально устраивало превью в дорогих пансионатах страны. На Хабина он играл в бой вместе с Аллой и Пугачевой. В том же году в Нижнем Новгороде автор столкнулся с Якубовичем. Якубович рассказал, что редакции завалили письмами с просьбой выслать призы, выбранные в компьютерной игре. Intel вывозил команду разработчиков не только в пансионаты, но и в Калифорнию. В 2005 году автору пришло приглашение из Лондона конференцию как программиста из закрытого города, там были парни из Сарова, бывший Ярдома 16, Снежинска, бывший Керябинск 70 и Железногорска, бывший Красноярск 26. Вопросы. Вопросы были короткими. Ответы к ним часто были несерьезными. Например, в категории Меды вполне могло быть злода на слово «Алнитаз» или «Штора», в категории «Рыбый блещик», в категории «Кулинария сельд», «Сникерс» или «Сербилот», в категории «Кинобера» и «Балбес», «Матроскин» или «Якубович», в категории «Плохие люди» фуфла, шлюха, в категории «Лекарства» и «Эд», в категории «Домашние животные» и «Таракан», в категории «Автомобиль», «Речка», «Кресло», в категории «Лунатики» и «Плесецк», в категории «Классный парень» всегда было слово «Башуров». В «Айопер» и «Тимсистемпорте» есть три словаря, старый, оригинальный, словарь 1993 года без изменений, новый сложный и новый детский, также добавлен мультиплеер, но он пока не работает, по словам автора Максим Кравчук, команда работает над созданием серверов. Призы. В качестве приза выигрыш во всей игре. Великая замена вингран при выпадении сектора приз предлагались разные забавные вещи, зубочистка, расческа для усов, круг для унитаза и то прочее. Для получения приза предлагалось отправить запрос по некой ему адресу. В «Айопер» и «Тимсистемп» версии призы состоят из вещей времен СССР, кассетный магнитофон, ковер с олинями, автомобиль ВАЗ-2101, нарковая шапка, ушанка и т.п. Полит чудес, компьютерная игра. Википедия, в интернете 6 января 2016 года. HTTPS.ru, Википедия. Орг Википел Е. Чуес, компьютерная игра. Как снимали фильм «Приключения Буратино» 16 фото. Безобразная картина. Её нельзя показывать детям. Не бродовала после просмотра приёмная комиссия Беларусьфильма. 31 год назад вышел легендарный фильм «Приключения Буратино». Режиссёр картины Леонид Нечаев нашёл мальчишку на роль Буратино в Минском, объемном переходе. Смотрю, бежим бабушка с внуком. Обмышкой труба в руках коньки. Вспоминает Нечаев «Представляюсь, приглашаю в кино сниматься». А она мне в ответ «Милый, какое кино?» Видишь, бежим с музыки на фигурное катание. Сам Дима Ясифов, сыгравший деревянного мальчишку, говорит, что сниматься не очень-то и хотел. На съёмках собрался блестящий актёрский состав. Владимир Этуш, Траван, Быков, Прима Зелёная, Николай Бринка, Юрий Котиняйцев, Владимир Басов. К каждому из них юные актёры относились по-разному. Быков иногда меня пугал, работая на результат, он никого не жалел, вспоминая Дмитрий Ясифов. Он доводил жену Елену Санаеву, которая играла Лису Алису, да истерик. Она уже без сил падала, а он кричал «Ты выздорная актрисуйка!» Впрочем, тебе быков тоже пощали не давал. Помните, когда кот Базилиус езжает на поты по ступенькам и говорит «Подавайте слепому коту на пропитание?» Продолжает Дима. Эту сцену он сам придумал. Взял из автобуса съёмочные группы сидений на нём и поехал. Разодрал его в пух и трах. Водитель, увидев это, полез в драку. Еле их разняли. Папа Карла, Николая Бринка и Джузеппе, Катемия Целебуратино души не чаял, а Этуша, Барабаса не любил. Побаивался. Я прибрался на Владимир Абрамович во время сцены, когда Буратино сидит на сосне и бросает в Барабаса шишки. После этого Эту жаловался режиссеру «Какой злой мальчишка это Димка!» Он ведь не просто эту шишку бросает, он метит мне в голову. Обязательно попадает. Безобразник. Встречу Буратино с черепахой тортилой снимали в Админском на специально выкопанном пруде. Дело было в ноябре. Съёмочная группа отчаянно мёдла. Температура воздуха плюс восемь. Вода, плюс четыре. А я в тонкой курточке сижу на листе кувшинки, которая лежит на обычной надутой камере. В общем, пару раз привернулся, говорим бывший Буратино. Всякие раз ёнки останавливались, меня растирали спиртом. Бевчонкам, изображившим лягушек, приходилось ещё хуже. Им регулярно приходилось бултыхаться в воду и в конце концов тортила. Рима Зелёная заявила режиссеру «Если ещё раз будешь снимать дубль и заставишь детей лезть в холодную воду, Зелёная прилетела в Белоруссию только на один день, у неё накануне умерла единственная сестра», вспоминает Дмитрий. «Она была такая печальная, рассказывала грустные истории. По рекомендациям врачей ей надо было постоянно двигаться. Она опиралась на меня, и мы с ней медленно гуляли вокруг пруда. На вопрос, правда ли, что дуревор, Басов на съёмках крепко закладывал товарокник, Ясифов ответил неохотно, «Минуты слабости бывают у всех». Помню, на съёмках «Красной шапочки» Басов так напился, что стоять не мог. Должны были снимать сцену, когда волки Владимир Басов и Николай Тропимов в женских нарядах с кружевными зонтиками бегают по лесу. Басов упал, не дойдя до нужного дерева, его даже не могли поднять. Дублеров у юных актёров не было, все трюки, включая опасные, они выполняли сами. Помните сцену в харчевне, когда разбивают кувшин, в котором сидит буратино? Улыбается Дмитрий. Он был огромный и тяжёлый, я в него целиком влезал. Все боялись бросать в него кружку, мало ли что, ребёнок внутри. А снять надо было с первого дубля, кувшин был единственным. Когда он раскололся, горловина повисла на моей шее. На площадке все яхнули. Отдельная история приключилась при съёмках сцены, когда леса и коты на битву взошибают буратино к дереву. Мама Димы категорически не желала, чтобы сын болтался вниз головой, нужен дублер. В конце концов, её обвели вокруг пальца. Нечаев позже вспоминал, я подозвал Димку и говорю, нужно что-то делать. Он понял. И начинает ныть, есть хочу, не могу. Живот болит. Пока мама ездила в магазин, мы там бесили буратино. Отвечая на вопрос, не случались ли на съёмочной площадке романы между молодёхью, Иосифов смеётся. Какой этап, мы в прерывах между съемками в индейце поиграли. Таня Проценко, которая Мальдину играла, была настоящей красавицей. Ромка Столкорц, Фьеро ухаживал за ней и не только по сценарию. Ребятишки получали 100 рублей в месяц, которые буратино отдавал родителям. За дедушками ухаживать не надо было, а мороженое мне и так покупали. Кстати, по словам режиссёра Леонида Нечаева, золотой ключик был самой ценной вещью. Все очень хотели его украсть. Стащил его сам Нечаев. Последний съёмочный день после команды Стоп. Снято, я сунул его за пазуху и позже просто выкупил. У меня до сих пор хранится квитанция, в которой написано, получено от Нечаева за реквизит, ключ. 30 рублей. По окончании съёмок студия Беларусьфильм отказалась принимать приключения буратино. Критики не додовали безобразная картина. Ужас. Как это может быть? Кот без хвоста, риса в платье, буратино издевается над пожилым человеком? Имелся в вену Карабас Барабас. Фильм выпустили на экраны только потому, что был конец года, и невыполнение плана грозило лишь имею премии. У Булата Акуджавы долго не получались пресни к фильму. Сроки поджимали. Отчаявшись, режиссёр Леонид Нечаев поехал в дом отдыха писателей, где отдыхал Барт. Снял соседние номеры и принялся постоянно стучать Акуджаве в стенку. Он тогда, наверное, возненавидел меня до смерти, вспоминает Нечаев. Через пару дней родилось знаменитое «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам». Только факт. Одну из песен для приключений Буратино Леонид Нечаев попросил спеть Аллу Пугачеву, но та отказалась заявить «Боюсь, у меня ничего не получится». В результате песню исполнила Ирина Понаровская. Кто кем стал? Мальвина Талия Проценко. Окончила факультет киноведения в ГИКО. Стала поэтессой. Работает в центре Ролана Быкова. Киро Рома Столка. Брач-пределец. Живёт в Израиле. Артеман Томас Аугустинос. Процветающий бизнесмен. Живёт в Канале. Орли Ким. Гриша Светлорусов. Окончил высшую школу КВБ. Разведчик. Буратино. Дмитрий Ясифов. Окончил актёрский факультет в ГИКО и режиссерской отделении кинофакультета Белорусской академии искусств. Снялся в 12 фильмов. Работал над проектами «Последние герои и 10-30». Режиссёр двух серий «Убойной силы». Буратино и Мальвина. 13 лет спустя. Фильм-сказка «Золотой ключик». Или «Приключения Буратино». Без сомнения, принадлежим Золотому фонду российского кинематографа. А как сложились судьбы ребят, которые в этом фильме исполняли роли главных героев? С момента выхода картины на экраны прошло 30 лет, наверное. Нет в нашей стране человека, который бы не смотрел фильм-сказку «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Уже ровно 30 лет на экране приключения забавного мальчишки не оставляют равнодушными не только детей, но и мам и пап. И даже бабушек и дедушек прикрывая их к экрану и заставляя на время забыть о возрасте и самых неотложных делах. Папа телевизионного Буратино – режиссёр, народный артист России Леонид Алексеевич Нечаев. Исполнитель роли Буратино зовут Дима – Дмитрий Владимирович Ясифов. Сегодня он уже взрослый человек, а тогда ему было всего 9 лет. В картину Дима попал совершенно случайно. О кино он не мечтал, да и времени свободного у него было совсем мало. Занимался фигурным катамием. Вовремя одного из занятий его и нашёл ассистент режиссёра студии «Беларусьфин». На вопрос «Мальчик, хочешь сниматься в кино?» Дима честно ответил «Не хочу». Но, несмотря на протесты ребёнка, утверждавшего, что у него болит ревод, мальчика доставили на студию. Ну какой родитель не мечтает увидеть своё чадо на экране? Мало кто знает, что на студии Диму пробовали сначала на роль Орликина. Но стоило ему раздеться. Все увидели, что тело у мальчика напоминает кукольное, только жранирчиков не хватало. Так он и стал деревянным мальчишкой. Для большей убедительности ему сбрили голосы и дрови, а вместо них наклеивали бутафорские. Отдельная история была с длинным носом. Делали его из пенопласта. При этом он должен быть очень подвижным. В течение всей съёмки нос Буратино меняли 45 раз. 45 носов? И все их делал один единственный мастер. Первый нос не совсем подходил. И постепенно его утрачивали под мимику актёра. На то, чтобы приклеить нос, время тратил полтора часа. Представляете, в какой усечивости должен быть артист? Если кто-нибудь из вас был внимательным, то мог заметить, что в начале фильма у меня нос на 15 миллиметров длиннее, чем в конце, делится секретами Дмитрий. Съёмки Золотого Ключика проходили в Крыму в течение 93 дней. Лето, море, солнце. Ну что ещё надо было для полного удовольствия? Маленькие артисты, конечно же, уставали, но когда съёмки заканчивались, они бежали играть в салки и купаться. Откуда только силы брались? Удивляется Леонид Митчаев. Главным испытанием для юного актёра оказался эпизод, когда кот Базилио и Лиса Алиса подвешивает его вниз головой за ноги на сосновый сук. А внизу, большой камень. Было ужасно страшно бесеть вниз головой на ветке, которая вот-вот грозила сломаться. С другой стороны, было жутко интересно. Демина Мама была категорически против, потому что боялась за сына. Режиссёр наплёл ей что-то про куклу, которую можно решать вместо мальчика, а сам прошептал Диме, чтобы он отправил маму куда-нибудь. Он стал хныкать, что очень проголодался. А сотрудники съёмочной группы хитрые люди. Они дождались момента, когда мама отлучилась за продуктами, повесили Диму за ноги, коим образом он и висел, пока не отсняли два дубля. После фильма Дима испытал все прелести славы. Во-первых, к нему навсегда приклеилась кличка Буратино. Поначалу я очень сильно обижался, а потом привык и стал относиться к этому с иронией. Дмитрий был очень узнаваем, но при этом с бездной болезнью не заболел. После успеха в приключениях Буратино Дим пришлось навсегда забросить фигурное катание, предложения сниматься стали приходить к нему одно за другим. Собирал в кино более 30 ролей «Толчонка» и «Стро красную шапочку», «Седого принца» в сказке про влюблённого маляра, фильмы «Юрка», «Сын командира». В начале 80-х Дмитрий окончил школу и собирался связать свою жизнь с порошковой металлургией. Но поскольку экзамены в институт были в августе и у него была ещё масса времени, он отправился в Москву попытать счастье в творческом бузе. И ему повезло, его приняли в Акбик, группу которую набирал Алексей Баталов. К этому времени Дмитрий был мало похож на мальчика, который 7 лет назад сыграл в Буратино, поэтому ни один человек из приёмной комиссии его не узнал. Но чуть позже эта тайна всё-таки раскрылась. Однокурсники, пририсовав однажды к фотографии юного студента длинный нос, вывели Диму на чистую воду. По своей будущей жизни Дмитрий почти полгода брал, что работает на овощной базе. Почему-то профессия актёра для Димы была чем-то сродни с проказой. Потом был распределён в родной Нынск, где вскоре и получил ажесерское образование в Нынском институте искусств. Сегодня он живёт в Москве. Работает на телевидении, снимает документальные фильмы, рекламные ролики. И теперь уже сам делает приключения. На его совести уже несколько нашумевших проектов. Под его руководством участники проекта 12 еврей за тысячу в Европе слитки чистого золота. Возможно, вы смотрели программу «Последний герой»? И здесь он был непоследним лицом, выступал в роли режиссера-постановщика. А ещё у Дмитрия растут падами тщательных сына, которые также с большим уновольствием смотрят фильм с участием папы. Девочку на роль Мальвины тоже нашли совершенно случайно. Как-то ассистент режиссёра ехала на поезде в Минск. Соседкой по купе оказались мама с очень симпатичной маленькой девочкой. Танюше было всего 6 лет. В народе, как и все девочки её возраста, рассказывала стихи, пела песни, показывала сценки. При этом объявляла, выступает народная артистка народного танца Даня Проценко. Ассистентка ахнула. Вот так и получила юное создание приглашения на пробы. Самое сложное было плакать при съёмках. Например, когда я жалею Гуратина, пассаженов в тёмный чулан. Мне и в лице их глаза закопывали. Его глазам подносили, а то у него. Все очень сердились. Особенно режиссёр. Стал со мной очень строго разговаривать. От обиды я разрыдалась. Леонид Алексеевич сам взял камеру и закричал «Снимаем!». После чего угощал конфетами и успокаивал. Кстати, именно тогда, когда Татьяну утвердили на роль Мальвины, у неё начали выпазать молочные зубы. Ждать, когда же вырастут новые времени не было. Поэтому пришлось ездить в поликлинику, вставлять парфоровые протезы. По признанию Татьяны, она стала знаменитой только через несколько лет. Когда фильм стал популярным, ей пальцем на улице показывали. И влюбленные кавалеры под окнами ходили. Приходили тысячи писем со всего Советского Союза, которых им и признавались, и вружбу предлагали. Судьба девочки с голубыми волосами тоже сложилась неоднозначно. После роли Мальвины она получила тяжелую физическую травму, катаясь на велосипеде. Игрочи запретили ей сниматься в кино. Хотя при блажении с киностудии поступали, предлагали и роль красной шапочки, и железной кнопки из чучела. Закончив школу, Татьяна окончила отделение поэзии Столичного литературного института и киноведческий факультет в Аблике. Сегодня выпускает поэтические сборники. Простит маленькую ночь. Причем Анюте сейчас столько же лет, сколько было маме, когда она снималась в шесть. Кстати, когда по телевизору показывали фильм «Золотой ключик» или «Приключения Буратино», занятия в школах, где учились Дима и Таня, отменялись. Был коллективный классный просмотр увлекательной, ставший впоследствии классикой советского кино-картины «Сан». Как снимали фильм «Приключения Буратино»? 16 фото. Интересное. Буратино когда нет чая в Дмитрии Ёчин? В интернете 3 октября 2008 года. HTTP CopyPast.ru 2008-1003 Как снимали фильм «Приключения Буратино»? 16 фото. HTML Интересное. Новость как снимали фильм «Приключения Буратино»? 16 фото. Страница номер 2. В интернете 3 октября 2008 года. HTTP CopyPast.ru 2008-1003 Как снимали фильм «Приключения Буратино»? 16 фото. HTML Больше интересной информации читайте на сайте UiB. At Ui. Либо звоните по телефону плюс 38 097 920 85 23. До встречи в новых проектах. «Приключения Буратино» «Приключения Буратино»? 16 фото. 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 «Приключения Буратино» 16 фото. «Приключения Буратино» 16 фото. «Приключения Буратино» 16 фото. Продолжение следует...